На территории, прилегающей к Духовному центру, проходит возведение подземного пешеходного перехода. Работы в эти дни идут на старой Каспийской трассе. Переход соединит в единый парковый комплекс зеленую зону вокруг Духовно-просветительского центра имени пророка Исы и прилегающую от него до набережной Каспийского моря аллею, названную в честь героев медиков. Общая протяженность аллеи составит 1300 метров, а площадь 9 гектаров. На трассе сейчас идут активные работы для проезжающих автомобилей. Специально подготовлена объездная дорога. Хотелось бы обратиться к автолюбительным с просьбой выбирать в часы пик объездные маршруты для того, чтобы облегчить перемещение именно в данном участке. И просим отнестись к этому пониманиям. Для возведения подземного перехода используется вся необходимая современная техника и людские ресурсы. Перед строителями поставлена задача уложиться в максимально короткие сроки и без ущерба для качества работ. Впрочем, сами участники дорожного движения относятся к ситуации с пониманием. Небольшие неудобства – это вынужденная мера, которая послужит общему благу. Ведь после ввода в эксплуатацию нового перехода будут соединены пешеходными путями не только два отрезка аллеи, но и несколько микрорайонов вокруг старой Каспийской трассы. А это значит, что район вокруг духовного центра станет еще комфортнее и безопаснее для жителей. Вечером немножко задержка идет. Так как асфальт уложили здесь, таких проблем больших не вижу. Ну вы готовы потерпеть, пока вот это все построят, этот пешеходный переход? Ну конечно, готовы ради будущего блага людям гулять в парке, конечно. Я готов, я готов пойти на уступки, пойти на встречу людям. Это для нас делается, для наших детей. Поэтому я желаю каждому дагестанцу иметь максимальное терпение, пока вот эти моменты закончились.